Сегодня на нашем обзоре игровая механическая клавиатура от фирмы Marvel. Это версия игровых клавиатур механических, которая поставляется на синих механических свечах. Также у них есть встроенная RGB подсветка. А те, кто хотел дешевую и в принципе неплохую клавиатуру, тем более еще и механическую, то это неплохой вариант за свои деньги. Данная клавиатура стоит всего 2500 рублей и, как вы можете понять, она стоит абсолютно всех своих денег. Начнем с упаковки. Упаковка сделана очень даже качественно, мне нравится. Есть логотип фирмы Marvel, также есть ее серия, это KG909. Также написано, что здесь это игровая именно механическая клавиатура. Есть также обозначение, что здесь есть RGB подсветка, также синие механические переключатели. Итак, погнали к распаковке. Итак, именно сейчас я начинаю именно распаковку данной клавиатуры и погнали. Начнем с того, что клавиатура достаточно качественно сделана и упаковка такая же у нее. Вот, открыв данную коробку, мы видим, что здесь вот такая вот пленочка, которую мы открываем, и именно под ней находится наша клавиатура. Сейчас я сделаю магический трюк и она будет ровно на столе. Раз, два. Вот, и как видите, клавиатура уже на столе. Также в коробке присутствуют вот такие две боковых штучки, которые помогают защитить данную клавиатуру. Также, что здесь еще есть? Это вот такой вот буклетик, который нам не нужен. Также здесь гарантия. Идет на нее, по-моему, 12 месяцев. Сейчас посмотрим. Да. И оценник. Это нам тоже не надо. В принципе, по коробке, что могу сказать, это, что надо сделать, что она качественная, в принципе, удобная и больше ничего нам от коробки не надо. Поэтому можем ее спокойно выкинуть. Коробку мы выбросили, теперь приходим к самой клавиатуре. Начнем с того, что... Во-первых, эта клавиатура механическая. То есть, здесь специальные есть переключатели, которые обязательно должны быть с хорошим звуком. Ведь это немаловажный фактор. Начнем с того, что в данной клавиатуре есть несколько режимов подсветки. И давайте я его подсоединю и покажу вам. Также стоит заметить, что здесь специальный USB-провод, который достаточно хорошего качества. Конечно же, не в оплетке, а обычный. В принципе, достаточно длинный провод здесь. Мне нравится. Итак, сейчас я это подключу к розетке. Как вы видите, клавиатура пришла в свой рабочий режим. И здесь начнем с того, что здесь есть игровые режимы, обычные режимы. И немного можно подшаманить, настроить все на компьютере. И можете выбирать свои собственные режимы. Начнем, во-первых, с обычных режимов. Нажимаем кнопку Fn. Как вы видите, я зажимаю. Нажимаем вот на вот эту вот кнопку. Она называется у нас Effect. Нажав один раз, мы видим, что у нас переходит в другой режим подсветка. И когда мы нажимаем, этот режим называется пульсирующий. То есть, у нас вот такие вот штучки есть. Так, переходим ко второму режиму подсветки. Это вот такой у нас мигающий. В принципе, к Новому году будет очень даже неплохо. Переходим к третьему режиму. Это у нас обычный, в принципе, игровой режим подсветки. И также есть четвертый режим. Это основной режим. Давайте я вам поставлю клавиатуру полностью, чтобы вы могли ее видеть. Вот. Клавиатура достаточно хорошая за свои деньги. Я не видел никаких минусов, кроме одного. Когда вы переключаетесь в полный режим, у кого-то, допустим, бывает, что здесь кнопочка горит не так как-то. А у меня вот в кнопке Catering задается очень странный звук. Неприятный достаточно. Но это, может быть, это у меня попалась такая клавиатура, но это тоже немаловажный фактор. Итак, теперь приходим к полному обзору клавиатуры. Начнем с того, что достаточно низкая цена, это 2500 рублей. Цена абсолютно оправданная. И второй фактор, это у нас звук. Сейчас я вам его покажу. Именно покажу, потому что вы смотрите данный видеоролик. Звук достаточно классный, мне абсолютно он нравится. Я считаю, синяя механика все выделяет за собой. И это достаточно хорошие переключатели здесь стоят, которые вас никогда не подведут. Никогда. Вот именно, никогда. Конечно, у некоторых стираются кнопки, но это уже от того, что они, блин, клавиатурам по 10 лет. Но все-таки, я считаю, если даже клавиатура 2 года держится, это уже какой-то хороший знак. Все-таки. Итак, перейдем к следующим 5-ти игровым режимам. Нажимаем на кнопку Fn, снова нажимаем на цифру 1. И здесь у нас загорается 4 кнопки игровых. Вот здесь 3, здесь 1. Ну, Escape я не посчитал, конечно же. Но это тоже, она тоже загорается. Именно это игровой режим. Также, помимо этого, здесь загорается еще вот таких 3 кнопочки. Стрелочки наши. Они загораются зеленым цветом. Теперь нажимаем снова кнопку Fn, нажимаем на кнопку 2. Вот так вот. Загорается больше, потом на 3, потом на 4 и так далее. То есть, вот разные игровые режимы, которые абсолютно вам точно хватат этой подсветки. Также, что хотел сказать. Эта клавиатура полностью механическая. Здесь нет мембранки. Также, что хочется сказать. Вот есть такая серебристая окантовка. Вот она, вы ее видите. Видите, когда вы играете в игру и у вас идет отражение, она начинает светиться тоже. Ну, здесь нет RGB подсветки. Она просто отражает для умников. Также, развернув клавиатуру, здесь мы видим снова же логотип фирмы Marvel. Вот я вам его покажу сейчас. Вот. И видите, здесь Scorpion G, естественно. Также, что хочу сказать. То, что клавиатура очень достаточно хорошего качества. Здесь есть вот такие вот боковые кнопки. То есть, вот подставочки. И их всего две здесь. Так что, в принципе, нормально. Также есть еще вот такие вот ножки резиновые. Они, кстати, долго стираются. Поэтому, я думаю, вам их абсолютно хватит. И данный обзор подошел к концу. Я попросил бы вас поставить лайк. Я все-таки старался. Это мой первый видеоролик. И прошу вас поддержать меня. Также обязательно, хейтеры, пишите свои комментарии. Я буду их читать, лайкать. И я все-таки люблю критику. И сам такой же. Поэтому, всем пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok